Всем привет! Меня зовут Азат. Вы находитесь на канале Автосправочная. 20 сентября 2023 года в Казани, в Республике Татарстан, стартовал международный форум под названием «Казань Digital Week». В рамках данного форума мое внимание привлек стенд госавтоинспекции. Сегодня я его посетил и в ближайших трех видеороликах расскажу о наиболее интересных вещах, которые я там смог увидеть. В этом видеоролике хочу рассказать об очередной версии так называемой системы под названием «Кибершериф». Она же представляет собой камеры, встроенные в балку, то есть в мигалке на крыше патрулей ДПС. Такие системы в тестовом режиме, а также в рабочем порядке внедряются в регионах России, в госавтоинспекциях регионов еще с 2021 года. В частности, массово ранее внедрялась система под названием «Автоураган МС». Сегодня же в «Казани» была представлена новейшая версия такой балки со встроенными камерами от компании «Арсенал 67». В чем же принципиальные изменения данной новой модели? Во-первых, она имеет не 6, а 7 камер, то есть 6 камер, которые на крыше наблюдают на 360 градусов вокруг патруля, а 7 камера, подключенная к системе, установлена прямо в салоне автомобиля, то есть она записывает все происходящее внутри патруля ДПС. Далее, второе, это то, что данная система максимально адаптирована к российским дорожным и метеоусловиям, то есть эти камеры на крыше патруля ДПС оснащены мини-дворниками, которые я покажу на фото. Также там есть система омывателей и система подогрева для того, чтобы в зимнее время эти камеры не покрывались снегом и наледью. Еще одно очень важное и принципиальное изменение – это то, что помимо распознавания транспортных средств и госномеров, система 2023 года получила также систему распознавания лиц, то есть она фиксирует при помощи боковых камер на балке на крыше и при помощи салонной камеры лица граждан, и, соответственно, если фотография этого гражданина находится в базе розыска, к примеру, в базе МВД, там по каким-то преступлениям, либо в базе судебных приставов в связи с неуплатой алиментов, либо еще какими-то долгами, то, соответственно, сразу же на планшет автоинспектора приступает соответствующий сигнал для принятия дальнейших мер. Вот такая вот информация, как рассказал мне представитель компании «Арсенал-67» сегодня на стенде. Данная система уже сертифицирована как средство измерения, то есть она может спокойно уже с сегодняшнего дня прямо закупаться и поставляться в подразделения госавтоинспекции в регионах. Таким образом, стоит полагать, что уже в ближайшее время такие балки на крыше патруля и ДПС будут ввисывать автоматические штрафы при движении прямо в потоке в регионах России в 2023 году. А если вы хотите получать кэшбэк в размере 5% за оплату штрафов ГИБДД, оплату автоуслуг, автозапчастей, проезда по платным трассам, платную парковку в Москве, а также максимальный кэшбэк 10% за заправку своего автомобиля, вы, как и я, можете заказать себе девятовую автомобильную карту Тинькофф Драйв. Она позволяет автолюбителям компенсировать часть затрат на свой автомобиль. К примеру, в прошлом месяце по этой карте я получил более чем 4000 бонусов. Сейчас для новых клиентов банка, у которых ранее не было дебетовых карт Тинькофф, либо они их закрыли более года назад, действует особо выгодное предложение. Все подробности и ссылку я оставлю в описании. Спасибо, что рассмотрели видео до конца. Надеюсь, информация была для вас полезной, интересной. Желаю всем безопасных дорог и всем пока.